я перевожу наш взор на трапезу господню сегодня у нас причастие ебхаристия я для начала хочу немножко так рассказать что мы вчера ходили на мадара вот вместе с братом саймоном с натальей втроем поднялись на мадарский коник там 200 ступеней и потом пошли дальше взбираться на гору на крепость хотя и очень не хотел но жена меня так уговорила я все-таки поднялся мне ночью ночью судорога сегодня ноги свело и ну я не пожалел что я себя заставил потому что что-то там на вершине я пережил ну там во-первых там было очень красиво там был такой закат уже темнело мы дошли до крепости потом уже возвращались я немножко ушел вперед а Наташа с Саймоном сзади разговаривали о чем-то общались я ушел вперед и вдруг пришло побуждение помолиться и знаете вот я тогда что-то пережил вот на этой вершине что рядом никого нет я привык что я молюсь с кем-то или за кого-то я пастор да с почти 30-летним стажем и вот я думаю что где-то вот это срабатывает всегда то есть я знаю за кого я молюсь я знаю с кем я молюсь и каждый раз приходят разные тексты якобы подстраиваюсь под людей то есть люди хотят слышать какие-то молитвы и вот это вот знаете вот это ритуально так срабатывает ну вот пришла ко мне учительница я должен молиться так пришел пожилой человек я буду молиться так пришел доктор я буду молиться так пришел еврей я буду молиться на иврите пришел русский я буду молиться на русском пришел болгарин я буду молиться на болгарском и вот это как бы вот так подстройка какая-то происходит но здесь пришло такое повуждение и кто-то сказал обо мне, помолись сейчас. И вдруг я понял, что никого нет рядом. Есть только я и Бог. И не надо лицемерить. Надо просто поговорить с Ним. И первые слова, которые у меня вырвались, я сказал Богу, Бог, я стараюсь. Ты видишь, как я стараюсь. Я стараюсь не грешить. И Бог проговорил мне. Это был очень тихий голос, я его еле услышал. Он говорит, ну, суть даже не в том, чтобы не грешить. Суть в том, чтобы стать со мной как одно. И вы знаете, до меня тогда что-то стало... Я понимал это всегда теоретически. Но вот вчера я это пережил. Бог хочет, чтобы я был с Ним одним, единым целым. Я думаю, что это сегодняшняя тема. Причастие – это быть одно со Христом. Это не говорить о Христе. Это не знать о Христе. А это быть с Ним одним, единым целым. Это быть частью Бога. Это делать Его дела. Это каждый раз позволять Ему делать то, что Он хочет, пренебрегая свое человеческое «я». Каждый раз, когда я спрашиваю, чего я хочу? На самом деле, вы знаете, в этот момент я даже не понимаю, что я советую со своей плоти. Когда я говорю и спрашиваю себя, чего я хочу? Я каждый раз спрашиваю о своей плоти. Плоти, что ты хочешь? Вы знаете, плоть всегда хочет очень многого. Не трогайте меня. Я хочу покушать, поспать, жить в покое, в комфорте. И чтобы меня просто на самом деле не тревожили из лишней заботы. И когда я советуюсь с Иисусом Христом, мне всегда некомфортно. Господь ожидает от меня чего-то такого, что плоть моя каждый раз будет противиться этому. Потому что Дух, написано, желает противного плоти. Мне это по плоти никогда не понравится. Когда я спрашиваю себя, Духу никогда не нравится, что я хочу. По плоти. И вот об этом я сегодня хочу прочитать. В первом послании Коринфянам в 10 главе, перед тем, как мы приступим к трапезе Господней. Апостол Павел пишет с первого стиха. Первое послание Коринфянам в 10 главе, с первого стиха. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисее». Тогда все люди были, израильтяне, которых было более трех миллионов, они все были крещены, то есть они были погружены в Моисея, в облаке и в море. То есть они с ним отождествились, да. Они с ним как бы вот так прониклись им. Кем был Моисей для Аарона написано? Вот Моисей для Аарона был написано «вместо Бога». Вот Моисей для Аарона был «вместо Бога». Можете себе представить такое отношение, что вот с вами живет человек, и он для вас вместо Бога. Знаете, как-то меня пригласил в Казахстане один бизнесмен. Он вел меня в свой дом, познакомился со своей женой, познакомился со своими детьми, маму свою пригласил. Мама пришла, говорит, мама, познакомься, это пастор Геннадий. Мы же с вами уверовали в Иисус Христа. Она говорит, да, мы уверовали в Иисус Христа. А кому мы послушны? Кому мы ходим? И он показывает на меня и говорит, вот этот пастор сейчас, он будет нам вместо Христа. Вы знаете, вот так вот сказать в своей семье. Я бы сегодня сто раз бы подумал, перед тем, как сказать, например, вести человека пастыря в свою семью, в свой дом и сказать о том, что вы знаете, вот этот пастор будет теперь нам вместо Бога. Вот этот бизнесмен, он так сказал, и он проявил потом это через свое какое-то послушание, через то, что он начал вкладывать свои финансы в наше служение. И он был реально... Очень легко сказать так. Я в этой земле, на болгарской земле, я никому подчиняться не буду. Надо мной стоит только Христос, и все. Я только Его слушаю. Пастыря для меня ничто вообще. Ну, знаете, я уже давно склонился к тому, что если ты никому не подочечен, то ты никому не служишь. Если на тобой никто не стоит, кому ты просто вот так можешь отчитаться, сказать, я вот делаю то-то, 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 то-то. Или тебе спросят, дай отчет в своем действовании. Я вот делаю то-то, то-то, то-то. И отчитался, да. Слава Богу, что вот мы приняли, да, я принял решение о том, что просто надо мной стоит епископ, над еписком стоит еще архиепископ. Мы подотчетные, да, с нас могут спросить в любой момент, и мы будем призваны отчитаться. И я в это верю искренне о том, что на этой земле у тебя кто-то должен быть. Это вот искренне. Вместо Христа. Вот если вот так зададитесь вопросом. Вот если я захочу найти воплощение Христа на этой земле, возможно ли это? Я хочу сказать вам так, что и Христос говорил. Кто ищет, то всегда находит. Сейчас, пока это еще возможно. Наступят времена, когда это будет уже труднее и труднее сделать. Когда Христа вот так трудно будет найти. Но если сегодня мы зададимся такой целью о том, что вот какой священник соответствует вот этим критериям о том, что он не грешит, он хранит себя, он двигается в помазание, он пошел на миссию, он там и там, вот он служит, он там всем сердцем, и я вот буду двигаться за ним, потому что я в нем вижу Христа. Распятого и воскресшего. Я поэтому буду двигаться за ним. Потому что вот так сказать, я никому не послушен на этой земле. Это сказать все равно, что я не послушен Христу. У меня никого нет на этой земле. Христа на этой земле найти невозможно. Но это ложь. Это неправда. Потому что Христос сказал, стучите, и отворят вам. Кто взыщет, тот всегда найдет. Аминь или не аминь. И вот так просто найти, да, вот в этой толпе Христа, ухватиться за его одежду и пойти за ним. Возможно. Вот это и есть послушание. Вот это и есть смирение. Надо мной стоит Христос. И вот на самом деле, я буду этого держаться. Я буду искать тех священников, которые бы вот на самом деле являли образ Христов. Возможно. Ну нельзя так думать о том, что все пастыря, все лжецы, все пастыря там священники, пророков нет, переубивали всех. Я буду дома сидеть, смотреть телевизор. Вот, вполне достаточно программ. Но у тебя нет поводыря. У тебя нет пастыря. Пастырь не может руководить тобой, твоей жизнью через телевизор, через интернет. Это невозможно. Аминь или не аминь. Это реальная связь, практическая связь, наземная связь о том, что вот, горизонтальные взаимоотношения. Их никто не упразднял. И вот про это говорит, вот эта 10 глава, о том, что вот когда-то люди были крещены в Моисея, они были погружены в него. И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Вы помните, да, что Израиль пил, Моисей ударил жезлом, да, и оттуда пошла вода. Это был прообраз Христа. Не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. То есть не все вошли в обитованную землю. Они погибли, большинство людей погибло в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое. То есть это был прообраз всего лишь, как предупреждение о том, что и сегодня это все реально. Не все войдут. Узкие врата, которые ведут в Царствие Небесное, и широкие врата, которые ведут в погибель. Кто-то так уверен, что он спасен. Кто-то так уверен, что он идет за Христом. А он давно уже идет совсем не в направлении. Каким бы Христос бы хотел, чтобы он шел. Какие они были похотливы. Не будьте так же и долопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано. Народ сел, есть и пить, и стал играть. Не станем блододействовать, как некоторые из них блододействовали, и в один день погибло их 23 тысячи человек. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, описано в наставлении нам, достигшем последних веков. Посему, кто думает, что стоит, берегитесь, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и обличение, так, чтобы мы могли перенести. Итак, возлюбленные мои, убегайте до лослужения. Я говорю вам как рассудительным. Сами рассудите о том, что говори. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участник или жертвенник. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенная есть что-нибудь. Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами, потому что христиане, вот в этом, в первом послании Коринфянам, или в этой конкретно Коринфянской церкви, они ели, периодически ели идоложертвенная. И поэтому Павел их обличает. Он говорит, вы идите и приносите жертвы не Богу, а бесам. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господнюю и чашу Бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе Бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Вот такой вопрос, вот такие вопросы задает апостол Павел и нам сегодня. И, вы знаете, идолослужение – это очень просто. Это то, что мы, не бодрствуя в своей реальной, практически христианской жизни, уже давно не служим Богу, а все наши усилия направлены на что-то другое. То есть мы своими мыслями, своими чувствами, своими желаниями, мы просто вкладываемся, поклоняясь какому-то чуждому Богу. Все усилия наши там, и мы туда вкладываем и нашу душу, и наши финансы. Но если эта чаша, она переваливается, да, о том, что я своим финансами, например, ну, как написано, Иисус Христос говорит, где ваши сокровища, помните это место? Там и сердце ваше. Ну, в том плане, что куда уходят все мои финансы в основном? В основном мои финансы уходят туда-то. Ну, значит, там твой Бог. Ну, в том плане, что если мои основные финансы уходят на миссию, понятно, что мой Бог есть Бог Израиля, есть Бог живой. Но если мои финансы куда-то уходят на какие-то вот такие дела, которые Богу вообще не угодно, просто ему все равно. Ну, то есть они его не трогают, они его не касаются. Он просто вот так, ну, просто что вы делаете, ребята, да? Ну, чем вы вообще занимаетесь? Ну, это есть изложертвенно, и вы приносите эту жертву бесам, и вы вкушаете трапезу бесовскую. И Бог не хочет, чтобы мы участвовали в трапезе бесовской и в трапезе Господней одновременно. Это и невозможно, просто Бог не благословит. Поэтому мой сегодня призыв такой о том, что просто пусть это нас встряхнет сегодня. Спросите у себя еще и еще раз сегодня, просто взвесьте на Божьих часах, кого вы слышите? Кого вы слушаете действительно? Кому вы послушны? Кому вы поклоняетесь? Поклоняетесь ли вы сегодня живому Богу? Тому Богу, который послал своего единородного сына. Не пожалел, но отдал своего сына единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Я хотел попросить сегодня пастырей, пастыра Андрея и пастыра Романа, принять участие. И мы сегодня, да, встанем. Я просто призываю тех, кто сегодня имеет это дерзновение, у кого совесть сегодня чиста, да, или, ну, кто исповедовался пред Богом, перед человеком и сегодня находится в правильной позиции пред Богом. Если вы чувствуете, что вас совесть еще сегодня обличает, помолитесь прямо сейчас. И мы сейчас прямо сейчас помолимся. Господи, очисть нас и будем чисты. Мы знаем, что мы никогда не достойны. Мы знаем, Господь, Отче, Аллилуйя, Отец, что двигаясь за Тобой, Господь, и даже Твои ученики, даже апостолы, они до какого-то момента были плотские. И с какого-то момента они, только когда приняли крещение Святым Духом, они стали духовными. Каждый раз побарая свою плоть, каждый раз побеждая свое человеческое я, они начали следовать за Тобой и вершить Твои Божьи дела. Освяти нас, и мы будем святы, Господь Ивич. Акропи и сопом, Господь Ивич. Аллилуйя, Отец. Потому что делами пред Богом не оправдается никакая плоть. Благодатью мы спасены через веру. Сие Божий дар не от нас, чтобы никто не хвалился. Благослови, Господь, эту трапезу. И если кто-то чувствует, что он сегодня по каким-то причинам не может принимать трапезу, оставайтесь сидеть на своих местах, чтобы мы знали, кому подходить. Пусть Бог нас всех благословит. Но самое главное, наша цель сегодня, это вновь и вновь обновить свое причастие, стать и быть причастниками Божественного естества, как написано, Господь. Кость от кости Твоей, плоть от плоти Твоей, непрестанно обмываясь Твоей драгоценной кровью. Новый у нас человек со дня на день обновляется. Ветхий человек со дня на день тлеет. И мы новое творение во Христе Иисусе. Древнее все прошло, теперь все новое. Аллилуйя. Пастор Андрей за кровь.